всех приветствую с вами я веган христолюб у нас с вами сегодня такое вот видео назвал я его как-то 7000 лет вечности или семь дней равно 7000 лет жизни людей на земле я стараюсь как-то называть сам не знаю как надо и замудрена 7000 лет и вечности и вечности потому что то что мы с вами живем это лишь отрезок на бесконечной линии в обе стороны речь сегодня пойдет очень серьезном вопросе и кто заметил я пишу сейчас последовательно так видео чтобы подвести к некоторым вещам естественно вам канале вследствие всех событий кто сейчас в мире происходит сегодня у нас с вами я думаю не лишним будет напомнить 10 октября 2022 года у нас идет уже сколько-то месяцев я уже запутался 7 8 месяц получается российской агрессии против украинского народа и скорее всего это развязывание третьей мировой в том числе ядерные в третьей мировой войны в том числе с применением ядерного оружия химического и биологического всего там на свете полного полный комплект мы с вами все вкусе и в связи с этим событием конечно на канале сейчас будет много появляться видео об этом последних временах во всем пришествии христов втором как все это будет я сделал такую страничку на сайте 7000 лет человечества написал что 7000 лет жизни человечества сокрыты в прообразе шести дней творения богом вселенной и в одном дне отдыха после всех дел шесть дней бог творил вселенную а в седьмой день почил как говорят но мне такое слово не очень раз почил кого-то умер до перевод синодальной но отдыхал каждый день соответствует тысячи лет и кто знает откуда это вообще то есть есть теория я которую исповедую я и придерживаюсь что человечество живет неважно сколько я не против кто знает по поводу там теории эволюции креационизм там эволюционизма вот человек мог от обезьянок произойти в том плане чисто по плоти и об этом когда тоже писал ролики их можно найти на этом канале раздел есть такой бытие я сделал плейлист туда и таки тоже видео записывал ну естественно можно бытие открытие тоже именно книгу на канале христолюбчане библиных писаний много записанную там я несколько раз все это даже первые главы перечитывал всякие разные свои мысли и высказывал мы могли от обезьяны вдунуто дыхание жизни как в книге написано могло быть и как говорится в обезьяну как по плоти да и человек стал прям может быть какая-то иллюсе есть там переход обезьян в человек это не суть важно вот но осознанно человек в образе того который потом был разделен на адаму и еву на мужчину и женщину был создан один человек не забывайте об этом и об этом тоже всегда много говорю по образу и подобию бога один человек один бог один человек и создан был один человек по образу подобия одного единого бога иисуса христа поэтому все на него так похожи потом было временное разделение на мужчину и женщину которая прекратится на новой земле никакого никаких полов разделения не будет все мы будем как ангелы иисус говорит похожие на бога ангелы кстати тоже на нас очень похожи а мы очень на них похожи обратить внимание что в книге библия в книге в к в книгах библии все ангелы всегда видится людям в образе реальных людей самых настоящих и реальных лет которых невозможно никак от людей отличить вот и и я придерживаюсь тоже этой это этому этому мировоззрению что мы живем вот такой осознанный человек со времен первого человека со времен адам и евы живет на планете земля но сегодня получается 6022 года где-то тогда то есть 2022 год это после всех евангельских событий после рождества христова а был еще 4 сейчас я об этом поговорю но кто знает откуда это вообще еще взят это это не просто кто-то так решил придумать у петра во втором его послание у апостола петра апостола христова евангелия у евангельского учения иисуса христа в его втором послании произнес такую речь 2 петра 3 2 8 стих это сейчас мы к нему перейдем я просто чалом зачитаем одно одно то не должно быть сокрыто от вас возлюбленный что у богу господа бога один день как тысячи лет и тысячи лет как один день я думаю многие из вас кто слушать сейчас меня слышали эту фразу это место вот она старого петра вы знаете я сначала думал ну по поводу бытие я говорю конечно же все это творение шести дней она не то что прям как-то накладывается событий надо что там один день да будет и сказал бог да будет там свет да и вот первый тысяч лет только свет появлялся нет это прообразы конечно же просто действительно вот эти вот сами цифры что пять дней творения человечества все вселенной да и седьмой день отдыха они действительно соответствуют вот все всем этим все все всему нашему семитысячелетию вечности да и по поводу послания петра у него два послания первое и второе второе третья глава заканчивается она знаете я думал вам все-таки не зачитать все и вы знаете мне очень длинные ролики появляться получается но я все-таки посчитал нужным перед записью этого видео все-таки вам его прочитать я думаю что вы об этом тоже не пожалеете всем кто интересует списанием я думаю это всегда должно быть интересно назидательное и очень полезно можно хоть в третью главу прочесть и мы не будем не углубляться мне хочется вся погрузились в контекст и вот заметьте что даже откуда это вырвано я себе позволяю вырывать конечно всех отсылать сюда на канал христа любит чтение библиных писаний где целиком библия мною прочитано с комментариями но все таки видите даже в видео проповедях какие называют свободе слова все равно я вам очень большими порой эпизодами местами кусками зачитываю да я думаю сейчас будет не лишним и с вами погрузимся почему именно мы сегодня тоже знаете можно было отвлеченно говорить но это с вами и ролик то будет посвящен последним временам хотя я тоже там одну тему отделил чтобы это видео не очень громоздко было год и месяц пришествие второе пришествие иисуса христа думал сел один большой ролик вот решил разделить сейчас мы с вами поговорим о семи тысячелетиях подведем ко всему этому а уже следующий отдельный ролик я запишу конкретно год и месяц давайте прочитаем это уже второе послание пишу к вам возлюбленные в них напоминают напоминание пробуждаю ваш чистый разум чтобы вы помнили слова прежде сказаны святыми пророками и заповедь господа и спасителя передана апостолами вашими но прежде всего знаете что в последние дни я почему-то улыбаюсь да что вы видите речь именно об этом и ролик я тоже пишу в контесте конечно же то что мы с вами разговаривать последние дни все время о последних днях в последние дни явятся наглые ругатели поступающие по собственным своим похотям говорящие где обетование пришествие его где второе пришествие христа я говорю я даже хотел один ролик записать но ради краткости ради того чтобы ролик хоть как-то разделить а то мне по два по три часа вы знаете последнее время меня особо распирает мы с вами разделим но речь будет именно об этом да ибо с тех пор как стали умирать отцы от начала творения все остается так же думающий так не знает что в начале словом божьим небеса и земля вы с вами все затронули весь контекст видите как это послание вот эти особенно 3 глава все о чем мы сегодня будем говорить от начала вспомнил петр тоже я стараюсь своей проповедь тоже строить всегда вот как-то ну как то хоть закончены да они вырваны из контекста все все истины мы говорим какие-то бороя о разных вещах нашего бытия да но вот петр тоже вспоминает и начало сразу да вот мы с вами не зря сидят по такому же принципу построил да что что в начале словом божьим небеса и земля составлены из воды и водой потому тогдашний мир погиб быв потоплен водой а нынешние небеса и земля содержаемые тем же словом сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых людей вспомнил суд да с вами все об этом все тоже поговорим одно ну вот этот стих который я уже зачитывал даму то что 8 стих одно то не должно быть сокрыто от вас возлюбленные что у господа один день как тысячи лет и тысячи лет как один день то есть петр отвечает неким людям которые вот уже пожив совсем немного после первого пришествия иисуса христа его жизни убийство воскрешение вознесения они уже говорят где там где там а уж в конце времен точно такие появится да где вот вы тут христа ждете столько тысяч лет и ничего не происходит да и и петр вот для таких как мы для таких как он учеников христовых открывает тайну до что один у господа один день как тысячи лет а 1000 лет как один день не медлядь господь исполнением он пришел конечно и он объясняет почему так долго происходит все это да почему господь уже две тысячи лет не идет со времен своего первого пришествия потому что бог есть любовь да и не медъет господь исполнением обетованиям как некоторые почитают то медлением нет но долго терпит нас не желаю чтобы кто погиб чтобы все пришли к покаянию ибо бог не хочет это я уже добавляю другое место из ветхого завета знаете не хочет бог смерти грешника на что покаялся и жив был не медлит господь исполнением витования как некоторые почитают умедлением но долго терпит нас не желает чтобы кто погиб на чтобы все пришли к покаянию придет же день господень как вор ночью приходит внезапно и тогда небеса с шумом придут стихи же разогревшись разрушится земля и все дела на ней сгорят если так все это разрушится то каким должны быть мы в святой жизни и благочестие вам ожидающим и желающим пришествии дня божьего в которого спламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихи растает стихи растают впрочем и мы а по обетованию его ожидаем нового зи нового неба и новой земли на которых обитает правда и так возлюбленные мы с вами все будем прямо говорить вот по принципе для нас сегодня послание петра вот это второе послание петра 3 глава является такой можно сказать кратким содержанием структуры моего сегодняшнего слова к вам мы с вами ожидаем нового неба и новой земли на которых обитает правда и так возлюбленные ожидая того постарайтесь явиться пред ним нескверненными и непорочными в мире и долготерпение господа нашего почитайте спасением как возлюбленный брат наш павел по данной ему при мудрости написал вам как он говорит об этом во всех посланиях которых есть нечто нечто неудобо вразумительное но невежды что невежды и утвержденные к собственной своей погибели извращают как и прочие писания и так мы возлюбленные будучи предупреждены об этом берегитесь чтобы вам не увлечься заблуждениями без законников и не отпасть от своего утверждения но возрастайте в благодати в познании господа нашего иисуса христа ему славой и теперь и и в день вечный аминь прекрасно я сам не жалею что зачитал кратко скажу я стараюсь во всех своих роликах даже казалось бы не касаясь ведь как я у петра у многого апостолов научился в свое время перечитывая не просто так их послание да тоже хочу вам сказать что несмотря то что все мы с вами сегодня поговорим не забывайте о том что иоанн богослов очень хорошо писал кто любит тот познал бога не познавший не любящий не познал бога так что возрастать возрастать надо не забывайте весь этот бред по спросение по вере протестантские и крокодиль их слезах проливающих под попиком у полоте под полотенчиком у попика грешников это этим люди не попадают в небесное царство иисус христа любви царство любви иисуса христа туда попадает только люди преобразившиеся в эту любовь и в ней всю свою христианскую жизнь мы должны возрастать достигнуть совершенства то есть жертвенной любви когда мы готовы все отдать ради спасения грешников возрастайте в благодати и в познании в познании в любви в познании познать бога можно только пребывая в любви христовая а он жертвенно любил людей ну теперь мы с вами переходим уже к тому что я тут подготовил я вы в интернете найдете очень много разных иллюстрации вот на ваших глазах есть вот я тоже такой состряпал она уже конечно сделана под и будущий ролик где буду говорить еще непосредственно втором пришествии с христа но я решил на эту страничку тоже добавить вам тоже показать интернете хирур множество разных кто-то по свои разные темы подстраивает я так очень кратко то есть мы живем с вами вот такой осознанный человек со времен адама с евы живет на сегодняшний день ну вот у нас дата я озвучил 10 октября 2022 года но по сути весь этот период 7 тысячелетний можно разделить вот такими шкалами да то есть ноль это когда было сотворен первый человек 1600 год это где-то год потопа приблизительно это жизнь половина жизненной на 600 лет на 600 лет и как написано был ему там был потоп до четыре тысячи лет то есть еще две четыреста ну там помните авраам исаака все это да четыре тысячи лет это пришествие христа четыре тысячи тридцать третий год ну или уже на современной когда человек стал вести лет исчисления от рождества христова то есть от четырех тысяч лет то уже четыре тысячи тридцать третий год или две тысячи третий год это что ну там убийство иисуса христа его воскрешение и вознесения и мы с вами живем сейчас в шесть тысяч шесть тысяч двести шесть тысяч двадцать втором году 10 октября как я уже сказал ну или в 2023 живем мы с вами по сути с хотите в тысячелетнее царство иисус христа конечно он еще не пришел и как бы немножко все это сдвигается вы сейчас попозже поймете я все это объясню да но в теорию от 6 тысяч лет прошло до 4 до или так называемый верх я так написал ведь теперь четыре тысячи летие это первый четвертый день периода до рождества христового первого пришествия и всех евангельских событий ну или в таком христианском употребляется слово в христианском понимании как ветхий завет до или когда человек жил в ветхом завете две тысячи лет новый завет но но за это дальше будет продолжаться теперь до бесконечности да но вот этот новый завет или новая эра для рождества христова две тысячи лет мы с вами прожили сколько мы еще тысячи лет будем жить кто-то варитой когда-то там будет да сами знаете я об этом не раз говорил я сам себе так скажем можно сказать даже обличаю хотя я просто судя по событий в котором мы жили буквально даже недавно никто не предрекал начала третьей мировой но не не предрекала и и реально не был в том плане предрекать и предрекали самих событий еще не происходили да сейчас расистская агрессия против украины пока еще не переросла в третью мировую но судя по листьям как иисус говорил им лично у меня никаких сомнений что именно она этим и является да вот эта агрессия она является тем что превратится вот в этот огроменный пожар по всему по всему лицу земли и бой не начнутся везде и просто нереального масштаба и пятое что дней я так и пишу этот период после жества христову первое пришествие иисуса и всех евангельских событий конец этого периода знаменуется вторым пришествием христа на землю то есть мы с вами в принципе ожидаем его вот со дня на день да и шестого это то есть грань рубеж между шестым и седьмым днем седьмой день покоя седьмое тысячелетие которое вот у нас в принципе как бы началось это является тысячелетнее царство иисуса христа на земле со всеми святыми в прославленных в нетленных телах и седьмое когда тысячелетнее царство на земле на этой земле которым с вами живем она закончится разрушением этой земли что-то опять бомбануны ибо народы гога и магога восстанут опять на иисус христа и всех его святых но огонь спадет с неба и всех пожрет и все развалится мост рук с вами только что у петра это читали да и настанет великий суд и да одни пойдут в муку вечную другие вечное наслаждение жизнью и будет новая земля нового неба на которых обитает правда как сказал петр и это будет уже вечность не только нашего тела который мы обретем после второго пришествия иисус христа кто-то воскреснет кто-то изменится когда он будет идти потеряет это смертная природа наш просто с него свалится как грязная одежда а после этого начнется вечность да где же и все вокруг будет нетленное вечное не имеющие конца не будет ни времени будет конечно движение жизнь это движение но как такового время исчисления просто перестанет быть будет просто вечность мы не умираем ничего кругом не тлеет не страдает страдать там в аду конечно будут геене в царстве небесном не будут но мы не будем не уже не с ними не не это не страдать я имею каких-то внешних там болячек только друг от друга в аду буду там страдать друг другу зло дело а в царстве небесное от чего страдать не будут и тлеть не буду да то есть умирать нужно будет конца и вы знаете свидетельством тому что вот еще таким доказательством то То есть мы с вами видим, так Петр говорит, что один день как тысяча лет. В принципе, все похоже, да, особенно что началось. И знаете, в Евангелие Тана, я честно скажу, я одного проповедника это подслушал, эту мысль услышал, все перепроверил, просто отлично, просто гениально, действительно хорошее откровение. В Евангелие Тана есть два эпизода, где символьно, ну я вот так написал, в Евангелии Тана есть два места, символьно указывающие на два дня пребывания Иисуса, ну с язычниками, если хотите, да, вот после тех всех евангельских событий, 2000 лет, которые происходят, где Евангелие распространяется по всему лицу и земли, не только среди иудеев, да, среди евреев, с язычниками, что указывает на 2000-летие христиан со среди неудеев. То есть опять мы здесь с вами берем тот же ключик, в котором будем все эти символьно описанные в Евангелии Тана моменты открывать, «Это какой, что один день, как тысячи лет». Это четвертая глава, сороковой стих, ну а вообще четвертая глава, и вообще это эпизод, где, кто знает, беседа с Самарянкой, одно из моих тоже любимейших мест. А второй, это одиннадцатая глава, ну в частности шестой стих, это воскрешение Лазаря, друга Иисуса, да, помните. Сначала я вам стихи просто прочитаю, и мы все-таки обратимся, я сначала думал тоже опять кратко, нет, мы с вами обратимся к Евангелии Тана, тоже я вам покажу эти моменты. «И потом, когда пришли к нему самаряне, то просили его пробыть у них, и он пробыл там два». Нет, слушайте, обращаться мы не будем, я вам кратко расскажу, кто вдруг не помнит, или никогда не знал, хорошо, когда не знал, да еще забыл. И я как-то быстро прочитал, да. «И потому, когда пришли к нему самаряне, к Иисусу, то просили его пробыть, побыть у них два дня». И давайте прочитаем сразу и Лазаря. «Когда же услышал Иисус, что болен Лазарь, то пробыл два дня на месте, где находился». Вы знаете, это удивительные места, они реально, если там в образах все рассматривают, то есть Иисус идет из Аудеи, да, уходит из Аудеи, идет в Галилею. Галилея – это язык, где он жил уже, это были же языческие места, да. Шел он в Самарию, через Самарию, да, Самария – это, в принципе, хоть они там, самаряне – это язычники, там, уверовавшие непонятно во что, тоже, так скажем, половина принявшие иудаизм, только там закон Моисей и вот эти всякие прочие вещи. Ну, кто знает, тот знает, только на это я сейчас углубляться не буду. Ну, по сути, действительно, это символ на то, и вы помните, в этой Самаре Иисус у некого колодца, Якова, встречается с самарянкой, заводит сам с ней беседу, она удивляется, ибо иудеи не сообщаются с самарянами, да, типа, для них они грешники, мерзость, нечистота, вот, Иисус не разговаривает. И вы помните, после этой беседы с ней, она, ну, так скажем, уверовала в него, что он тот Мессия грядущий, да, потому что они об этом и навели беседу, и она бежит в город в свой самарянский и зовет все население, да, пойдите, посмотрите, не тот ли это, кто нам всем обещан, кого мы все ожидаем, да. И, в общем, Иисус остается, и мы видим, что когда написано, еще раз читаемый стих, и потому, когда пришли к нему самаряне, то есть, ну, они вышли, поверили этой женщине, да, как апостолу можно тоже вне символа, естественно, церкви, это самарянка, это символизирует церковь, по сути, ну, или апостолов, апостолов, евангелистов, кто угодно, проповедников, люди идут к Иисусу Христу и попросили пробыть у них два дня. То есть, действительно, прекрасный образ того, что два дня – это как тысячи лет. То есть, Иисус среди неевреев будет две тысячи лет, да, и мы с вами видим, что две тысячи лет реально Евангелие по всей земле распространялось. То же самое и с Лазарем происходит, да, то есть, Иисус же сначала… Давайте мы с вами все-таки по Лазарю, чтобы у нас не было каких-то неточностей, и я вам прям по тексту покажу. Просто, чтобы понять это место правильно, надо начинать не со воскрешения Лазаря, которое в 11 главе, ну, и весь этот эпизод описано, а с 10, чуть подольше, Иисус был в Иерусалиме, проповедовал там, и его опять попытались убить. На него подняли руки, хотели… Тут опять иудеи схватили камень, чтобы побить Иисуса камнями, ну, забить до смерти, да. Иисус им отвечал, много добрых дел показал я вам, от отца моего за какой из них хотите побить меня камнями. То есть, мы видим, что все это происходит, Иисус пытается им благоествовать, они не принимают. Тогда опять схватили, и опять, то есть, он им опять там что-то говорит, они опять схватили, пытались схватить его, но он уклонился от рук их. Это я вам с 39 стиха уже читаю. И пошел опять за Иордан. Кто знает, за Иорданом так назывался уже заорданская сторона, это уже не иудеи, то есть, не еврейские там, там уже тоже всякие смеси народов жили и так далее, да. То есть, он уходит за Иордан, на то место, где прежде крестил Иоанн и остался там. Многие пришли к нему и говорили, что Иоанн не сотворил никакого чуда, но все, что сказал Иоанн, о нем было истинно, и многие там уверовали в него. И у нас с вами 11 глава начинается. Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Марфа и Мария, сестра ее. Мария же, которой брат был Лазарь, был болен. Была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги его волосами своими. Сестра послала, сестры послали сказать ему, Господи, Иисус, вот кого ты любишь, болен. Иисус, услышав то, сказал, это болезнь и к смерти. Кто такой Лазарь? Лазарь, конечно же, из народа еврейского, иудея, он символизирует нам, опять же, еврейский народ, иудаизм. И услышав это, Иисус сказал, это болезнь и к смерти, но к славе Божьей да прославится через нее сын человеческий. Иисус же любил Марфу и сестру ее, и Лазаря. Когда же услышал, что он болен, то пробыл два дня на том месте, где находился. То есть за этой иорданскую стороной. После этого сказал ученикам, пойдем опять в Иудеи. И вот, конечно же, вот это вот, когда Иисус пошел воскрешать Лазаря, где у нас тут картиночка вот такая, да? Конечно же, кто понимает, это символ того, и о чем Павел потом будет говорить, что ветвь израильская, иудейская, она... Божьи коровки тут у меня летают. Божья коровка, улети на небо, да? О, полетела. На микрофон села. Что действительно, это умершая, отмершая на время, так скажем, да, ветвь от лозы Христовой, от Христа, она привьется, да? И что народ израильский отвалился, отломился, отвалился до времени, да? Что в конце времен Израиль снова будет очень рьяно проповедовать о Христе, за Христа много, много... Церковь наполнится большим количеством евреев, пополнится, да? Иудеев, если хотите. Вот, и действительно, этот умерший Лазарь символизирует, да, кого? Болеющие, а потом вообще умершие символизируют иудеев, и евреев, которые вот не приняли Христа, да? И потом они воскреснут. Вот такое место. И мы видим с вами, что Иисус не сразу бежит, да, исцелять Лазаря, а остается там, что? Два дня. Это очень важно, да? И тогда, когда уже, казалось бы, вот надо воскрешать, он идет. Это, конечно же, символизирует вот опять эти два дня. Вы знаете, когда я эту игру одного проповедника подсмотрел, подслушал, ну, я так, я говорю, подсмотрел, как будто я тайный. Нет, это публичное видео, естественно, тоже просто смотрел, меня тоже так поразило. То есть во всем это меня просто утверждает то, о чем мы с вами сегодня говорим, что действительно вот этот вот период, 2000-летний после Жизы Христовок, называемый Новым Заветом, все прям очень хорошо совпадает и прям прекрасно. Я люблю тоже очень эти символы, все эти образы, притчи, Сусам ими всегда изъяснялся и был рад, когда его понимают, а наоборот скорбел, когда его не уразумевали. Да, вот действительно в этих двух эпизодах, причем так последовательно, они очень классно описаны, да, то есть сначала как бы он уходит из Аудеи, там, оказывается, она болеет, потом умирает, вот это беседа с Самарянкой, и потом он идет воскрешать. Ну, очень классно, даже они сами по последовательности, по хронологии очень хорошо описаны. Это что это нам в копилочку? Такие два сегодня аргумента из Петра, вот из Иоанна. Ну и, естественно, седьмой день, день покоя, он означает тысячелетнее царство Христа на земле, в Иерусалиме со всеми святыми, в нетленных телах, когда дьявол... Почему будет день покоя-то? Потому что вы помните, что когда Иисус придет, Антихрист, этот лже-пророк и зверь будут убиты духом и дыханием Божьим, да, словом исходящим из уст его, ну, не убиты, а брошены, побеждены и брошены в озеро огненное, да. И дьявол в том числе будет скован цепями неким ангелом и затворен в бездне на тысячу лет. Какая радость и жить! Поэтому тысячелетнее царство можно назвать днем покоя тоже, седьмого дня. Почему? Потому что мы будем с вами на земле, с нашим Богом, по образу и подобию которого мы сотворены, какое еще, может быть, лучшее счастье. Мы живем с вами в нетленных телах, никакой смерти уже нет, смерть побеждена, да. Кто воскрес, кто изменился в этот день, и все, мы тысячелетнее пребываем. Да, вокруг много язычников, так называемых грешников, мы им проповедуем, о нем кто-то обращаются, кто-то каются, но все-таки более-менее на этой земле как-то еще переживаем. Это дан второй шанс человечеству, да, еще один. Бог есть любовь и даст второй раз время человечества еще покаяться. За эти тысячи лет еще много будет каяться людей. И, в общем, изменяться и входить в церковь Христову, да, так скажем. Вот. Ну и восьмой день всегда восьмерка, кто знает, естественно, это символ вечности. Ну, лучший символ вечности, я всем говорю, символ Бога, это, конечно же, спираль, которую я всегда на картинках изображаю. Это вечно закручивающая и вечно раскручивающая спираль. В ней нет ни начала, ни конца. Это лучше называется так спираль Фибоначчи. У нее есть определенная там формула вот этого раскручивания-закручивания, математически описанная. Это самый идеальный символ Бога. Альфа и омега, начало и конец, первое и последнее. На самом деле без начала и без конца, да. Вот мы в этой вечности, в этой спирали где-то сейчас и живем эти 7 тысяч лет, да. На самом деле где у нее нет ни... Вот. Ну, понятно, линия тоже не имеет ни начала, ни конца. Но вот спираль очень хорошо. Потому что круг символизирует, казалось бы, тоже вечность, потому что ты вот закрутился и все. Причем круг очень хорошо, я всем себя показывал. Круг, конечно, тоже неплохой символ современности, что ты вот в точке начал, потом ты пошел по кругу. Вот как раз мы 7 тысяч лет живем. И попадаем в точку, в которой уже потом мы по кругу ездим. Ты даже в этом круге уже не увидишь в зарисованном, где там это было начало. Вот. Круг неплохой символ вечности, но и круг и символ смерти, кто знает, это змея сама себе пожирающая с хвоста, да. Вот. И та же самая восьмерка. Тоже символ вечность, конечно. Но опять же эту змею иногда и рисуют вот не в виде круга, а в виде восьмерки. Она сама себя тоже за хвост пожирает. Вот. Но употребляют все-таки такие. И вот восьмерка, восьмой день. Восьмерку, кстати, переверните. Вот. У меня на этой иллюстрации как раз здесь и есть, да. Я, по сути, когда эту картинку-то делал, я здесь просто вот восьмерку и перевернул. Восьмеркой получается в математике, кто знает, кто помнит, в школе учились, да, это символ вечности. Это такая положенная в горизонт вертикальная восьмерка, да, которая была когда-то вертикальной. И кладешь как раз получается в математике, в той же самой, да, знак бесконечности. В математике он есть. Его применяют в формулах. И вот седьмого тысячелетия, когда оно закончится, тысячелетний царство со Христом, будет восьмой день. Так называемый восьмой день, на самом деле, это уже вечность, да. Вот никакого дня уже не будет. Это, ну, я здесь, естественно, себя тоже помечаю. Это разрушение старой земли. Мы с вами даже сегодня все это у Петра, без всякого книги Откровения прочитали. И появление новой земли и нового неба, где уже нет времени и тления, в которых обитает правда, любовь. Ну, правда и истина, это есть Бог, а Бог есть любовь, вечность и свобода. Вот так вот, вот такое вот, в принципе, видео. Достаточно короткое, вы знаете, я обычно часами записываю. И я вам скажу, что я вот в это, во все верю, так скажем, как хотите. Потому что доказать мы такие вещи не можем. Можем их просто исповедовать, и они лишь по сбывающим событиям показывают, что это так и есть. Кто-то мне может сказать, я такое слышал, насчет и взял, что там, то, что сейчас нынешний отчет тысячелетий идет, что там все правильно подставили, нигде не обманули. Слушайте, я верю в то, что Бог, зная наперед, это, конечно, антиномия, да, что Бог все знает, казалось бы, и, казалось бы, есть, получается, судьба, есть пророчество. А как тогда свобода? Вот у нас сейчас на земле почти 8 миллиардов. Каждый человек может сейчас повернуть налево и направо, сделать то-то или сё-то. Как вот всё это возможно? Но мы с вами видим, что эта антиномия работает. Казалось бы, мы все с вами свободны, живем так, как живем. Но существует пророчество, как будто предназначена судьба, то есть линия, по которой мы идем, ковыляем, неважно. И вот, знаете, даже если где-то какие-то есть подделки, потому что, заметьте, ведь когда стали вести летосчисления именно от Рождества Христова, ведь не сразу, сначала там какого-то еврея убили, кто там будет, да, в какой-то там уже римской даже, тем более, империи, которая себе аннексировала, в том числе иудейскую землю, да, кто там будет какого-то летосчисления вести от какого-то иудейского, там, еврейского юношу убитого, ну, или мужчину, да, 30-летнего. Нет, конечно, это было со временем, да, а кто потом вспомнит, смогли ли там точно подсчитать в какой-то день. Поэтому я, знаете, когда я слышал такое, когда вот действительно, ну, тут как Петра обличали, как бы, не обличали, ну, он, как бы, пишет тоже о будущих временах, что, как бы, вот, будет говорить, но это и в ихних временах все было, да, апокалиптическими настроениями жили все во все времена, хотя они вот как раз все, возможно, ошибались, и, казалось бы, могли бы понять такие вещи, о которых Петр рассказал, что один день, как тысячи лет, что это не будет, вот-вот-вот, да, и что когда, действительно, вот, что если даже нам кажется, не сбывается, вот еще все там, где Христос, если вот мы с вами, получается, Иисус должен был прийти в 2000 году, да, то есть на рубеже шестого и седьмого тысячелетия, и, в принципе, эту дату и ждали многие, есть религиозные всякие секты, направления, да, это может быть один отдельный христианин, который в это верил, ждал, но вот на рубеже шестого и седьмого тысячелетия ничего не произошло. Но я вот в следующем ролике, который будет об этом, да, о дне и... о годе и месяце второго пришествия Иисуса Христа, я уже буду подробно рассказывать, почему вот на самом деле все сбывается просто вот с небольшой... не то, что даже отложкой, а на самом деле точно так же, как Иисус родился в 2000 году, в нулевом году, да, а в тридцать третьем году он уже был убит, воскрес и вознесся, точно так же и здесь. По идее он должен... ну так как тогда он родился, прожил там земную жизнь, да, вот, то и второе пришествие, как написано в книге Деяния, что как он ушел, точно так же и придет. Поэтому придет он не в 2002, а в 2023, ой, в 2033, это очень важно понимать, да, в теории, если мы 2000 лет просто накладываем, то есть это тоже очень важно понимать, да, то есть в 2033 году, вот, плюс мы прибавляем. Но я вам заранее скажу одну такую, вот у меня, да вы просто видите, на картинке на это все написано, на 2000 год, если вы заметите, кто родился, не кто родился, а кто, так скажем, образно родился, да, Путин в России пришел к власти на рубеже 6-7 тысячелетия, именно с него мы видим, начинается весь тот ужас, который начинается, который, возможно, является и началом всех этих событий апокалиптических книг и откровений, если хотите великой скорби, порой всю книгу называют, хотя там большой вопрос спорный, вопрос спорный, что называть великой скорбью, всю книгу откровения, вся ли она 7 лет или только царство антихриста 3,5 лет не называть великой скорбью, потому что не все складывается по всем тем местам из Библии, которую мы знаем, вот. Но действительно, хочу обратить на это внимание, что Путин, как я называю Путлер, по аналогии с Гитлером, пришел к власти именно на рубеже 6-7 тысячелетия, прям удивительно, да. Вот. Так что вот так вот, вот я вам хотел вот этого записать. Я, я честно вам скажу, как я, я не могу вам что-то доказать, но мне это лежит на сердце, я вот здесь со всем согласен. И, как я сказал, что неважно, что там подменяли где-то, сдвигалось, да, может быть, Иисус родился в 2000, ну, если сейчас посовременно, может, в 2030 году, может, на 30 лет ошиблись, а значит, приходит его переносится не на 2033, а на 2063. Вот, а я вам скажу, что, так скажем, Бог все предусмотрел, зная все ложь, какие-то искажения, то есть мы с вами можем судить по современности. Что там было, не знаю, но сегодня, я говорю, у вас на экране, у каждого на календаре, на часах, в телефоне, смартфоне, компьютере. Сегодня 10-е, 10-е 2022-го, да, сейчас 12 часов дня, вот, и мы с вами, жители этого времени, этого момента, мы с вами можем рассуждать именно так, что Бог все в этом плане предусмотрел, поэтому действительно все очень хорошо сбывается. Вот эти вот, вот эти вот, вот казалось бы, даже вот эти вот, это же символьные такие, да, события, вот, это же, в принципе, это же реальная история, да, там, беседа с Самарянкой, что он там побыл у Самарян, что он шел из Аудеи, что он, наоборот, потом, ну, грубо говоря, Самария, кстати, за Орданской стороной, она зеркально от Иордана, от реки находилась, то есть это неважно, хотите, Иисус вот так обошел, ну, или пришел от Иордана, и потом в Самарию, потом, кстати, в Самарию, обратно в Иерусалим пошел, потому что, как раз, ну, этот эпизод беседа с Самарянкой, он с Иерусалима в Самарию поднялся, она же севернее, зеркально перенеситесь за Иордан, наоборот, на другую сторону, на восточную сторону Иордана, да, и он спускается, да, идет обратно в Иерусалим, то есть действительно, прям, ну, я не знаю, как можно еще, круче, точный, так вот символичный, прям все попадает, и он идет уже воскрешать этого больного, потом умершего Лазаря, да, то есть Иудею, то есть и евреев в лице, всех евреев в лице Лазаря, да, и он написан, что два дня пробовал, ну, для меня это даже, вот эти даже символы, лучше, если бы было сказано прям прямой речью, вот, это прям в точку попадает, и меня все устраивает, вот я вот в это, если хотите, вот-вот, то, что у вас на экране, я исповедую, верю, поэтому отсюда и пляшу, да, ну, такие вот мысли, надеюсь, вам они были интересны, помогут, они все не просто так, вы знаете, я всегда проповедую деятельную жизнь, мы с вами, я вам сегодня уже сказал, прежде всего, несмотря на то, что ждем мы не ждем, когда ждем, кто-то может годом ошибаться, еще что-то, но самое главное, пребывать в святости, то есть в любви ко всему Божьему творению, это самое важное, потому что тогда можно хоть обождаться и вкусить не того, что мы ждали, поэтому любите все Божье творение, правильно любите вас, людей окружающих, там, родных, близких, всех, кто правильно любить врагов надо, всем этом надо, конечно, забраться, любите животными, становитесь веганами, доказав, что вы любите их, заботитесь о природе, это очень важно, ну, на сегодня у меня всех приглашаю на следующее видео, а, следующее видео, я вас немножечко обманул, не специально, нет, следующее видео, прежде чем перейти к дню и году, я так эти ролики выстраиваю достаточно последовательно, то есть следующее видео будет последняя седмица, вот именно, мы поговорим о том, что, потому что, чтобы до второго пришествия добраться, нужно поговорить об этом последнем периоде перед его вторым пришествием, поэтому ролики я стараюсь, я эти так, я говорю, разбил, записал, если я писал большой ролик, ну, они были строены последовательно этой темы, уже после этой седмицы мы разберем, семь ли лет книг откровений, и сейчас, пока я прям вам их говорил, все-таки я, наверное, выделю еще маленькую тему, Великая скорбь, она, вся книга откровений, вот это семилетие, там мы поговорим, семилетие нет, поэтому, возможно, этот ролик еще, вот этот, от Адама до второго пришествия, еще чуть-чуть поднимемся, может, я его чуть-чуть переназову, так как это была картинка сначала для большого ролика, а сейчас я стал немножко чуть-чуть велить, чтобы чуть поменьше было, поэтому следующее видео после этого, это, что такое семилетие, последняя седмица, Великая скорбь, это она или нет, ну, и уже, наверное, потом второе пришествие, если ничего еще не добавится, а после этого будет Знамение Сына Человеческого, тоже видео, ну, такой вам краткий анонс. Ну, а кто недавно попал на мой канал, вот, на моем канале есть раздел Апокалипсис, во вкладке плейлисты, Апокалипсис, Откровение Яна Богослова о последних временах, здесь вы найдете все плейлисты, поэтому, касающиеся всего вот этого вопроса, всех тех тем, там все найдете, найдете, можете смотреть на здоровье, во славу Божьей. Я с вами прощаюсь, до встречи в следующем ролике. Апокалипсис Редактор субтитров А.Семкин